Если вы почувствовали хоть на мгновение, это не только этого вируса касается, мы всегда будем жить с этими вирусами, всегда. Приболел, начинается у тебя, немедленно к врачу, врачи знают уже, что делать. Или вас на самоизоляцию и будут дома лечить, или мы вас заберем в госпиталь и будем больницы лечить. Надо делать все вовремя. И каждый человек должен поберечь себя. Надо изолировать, будем изолировать. Надо вводить там карантин, будем вводить карантин. Надо комендантский час, ведем комендантский час. Что за проблема ввести комендантский час? Ну надо это нашим людям. Нам сейчас это не надо. Нас кое-кто подталкивают в спину. Давайте карантин, давай Лукашенко такой-сякой. Я говорю, слушайте, люди добрые. Да меня люди на вилы поднимут. Нет такой необходимости. Хотя мы же не отрицаем, что и у нас люди болеют. Мы же не закрыли страну. Мы не остановили производство. У нас на Пасху и я, и люди ходили в церковь. На Радоницу. Ну как я могу запретить человеку пойти поклониться родителям, а не дай Бог, у кого-то дети погибли. Как я могу запретить? Я только могу их рекомендовать и могу просить. Поберегите себя. Что я точно знаю, если бы мы создали панику, у нас бы была беда. Переживем и это. Надо думать о будущем. То ли еще будет и где будем мы после этой беды. Нам надо думать о том, что будет с нами после того, как уйдет эта пандемия. Я это почувствовал два месяца назад. Я вам об этом сказал. Люди думайте, не торопитесь. Надо смотреть экономику. Остановили экономику. Все остановили, допустим. Кто быстрее всего поднимется? Тот, кто печатает доллары, у кого есть ресурсы. Газ, нефть и прочее, прочее, прочее. Или тот же Китай, который мощью обладает экономической. А остальные где будут? Поэтому мной было принято решение. Экономику не останавливать. Предприятия должны работать. А сейчас все начали шевелиться. Вот этот коронавирус показал, кто есть кто. Вы посмотрите. Евросоюз, богатые и прочее. И каждая зашили своей скорлупе и друг другу не могли помочь. Поэтому и люди будут после этого другие. И, наверное, мир изменится.